Отечество наше сильно не только песнями, плянцами, но оно еще и наследием нашим устным, то, что из уст в уста передавалось, и в первую очередь, это, конечно, что любят все взрослые дети? Сказки. Сказки, совершенно верно. Хотите, мы с вами сейчас тоже маленькую сказочку поиграем? Да. Хотим? О, иди сюда. Давай, давай, давай. Папа! Да, ладно тебе. Пойдем, пойдем. Ты мне сразу помогай. Папа! 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 Папа, пожалуйста, пожалуйста. Папа, пожалуйста. И так жил-был на свете молодой, веселый парень. Как тебя зовут? Звали его Степан. Степан был парень, видите, здоровый, плечистый, рубаха на нем красивая, желтая. Вот, и самое главное, он был такой, в общем, лихой, никого на деревне не боялся. Кто на деревне самый парень красивый? Степан. У кого рубаха самая лучшая? Степан. Кто никого не боится? Степан. Отлично. Ну, одна была у Степана незадача. Был он сирота горемычная. Не оставили ему родители ни кола, ни двора, ни хозяйства никакого. Вот он в работниках всю жизнь так и, значит, пробивался. То в одно село пойдет поработать, то в другое. И вот как-то раз в одном деревне глянулось ему в леваха одна. И вот он стал, значит, за этой Дунькой ходить. Куда Дунька? Ну да, и он. Ты ходи, давай, давай. Ходил, 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 а потом взял бель посватался. А у Дуньки семья была большая. Посмотрели они, а как бы семья большая, мужиков мало. Один батька. Посмотрели они, а парень здоровый, красивый. Рубаха видна, никого не боится. Дуньки, тебе нравится? Уже не важно. В общем, семья за вас согласия, да. В общем, оженились они, стали жить добрее и в радости. А было это в те давние времена, когда люди в нашей местности еще зеркалок не знали. И вот как-то раз поехал Степка, знаешь, в город на базар. И купил там, о, диковину заморскую. Зеркальце, карман. Он думает, подарю своей Дуняшу на 8 марта. Или там еще на какой праздник, да. А сам, чтобы раньше времени сюрпризы не открывать, в зеркальце дома сундук спрятал. А самому-то интересно, каждый вечер так из сундука зеркальце достанет, приглянись в него, говорит, ох, классный вещь. А сам на Дуньку еще так рискайся, глянь, думаю, ой, довольный будет, как праздник не спрячет. А у бабы глаз острый. Углядела на это дело, думает, что это там Степка-то разглядывает. Тут там рано до вечера поздно. Любопытство, ты женское никуда не денешь, да. Ну вот, раз Степка, значит, на работу попадался, вот иди. Дунька сундук сплавала. Зеркальце выудила, разглядывается. Ой, что ж такое за пустяковник, как-нибудь блестит? Что ж такое? О, морда бабья. Баба написана. Чья же это баба? Ой, батюшка! За голову убери, за голову, бежи. Закложишь громкую, сука. Научите кто-нибудь. Ой, думает, батюшка, вы горе-то какое. Степка-гад, окаянный, змеюка под колодной в городе по любовницу себе завел. О, портрет ей ты домой принес, не постыдился. И вот она, значит, сидит. Во, это орет. Давай, во, это орет. На этот крик прибежала... Ну, иди сюда, ты самый больший сумас. Здесь друг ее прибежала. Маркушка, говорит, Тонька, че, там, ай, барбанок. Давай, заплачь хоть немножко-то, да. Маленькая маркушка, ай, вот, говорит, Степка, подлюкает, рубанки от своей нарядной в городе завел себе королеву. Ты посмотри, портрет ей не домой принес, не постыдился. Харис писал и в кармане у сердца носит. Ой, батюшки мои, горе-то какое. И заплакал еще кучу. Ну, давай, давай. Поддерживаем зал. Все, струха, как, значит, этот, взяла портрет, глянула. Ой, батюшки мои, на кого же он тебя променял-то? Блечосик пухолкой. Твоей рот как копилочка, ей глазки как щелочкой. Ой, ах он, гад, подлюка такая, подорвал католическое. Что ж ты найдем? И завыли девки в два голоса. Ну-ка, девки. А-а-а! Бравые, а-а-а! На этот... О, с веером отлично. На этот крик да вопли маманька, их не заберут. Ред, девки, что вам всю деревню сполошили? Ой, подняли на всю улицу, что смеслось. А-а-а! Ну-ка, он забавая! Степка как в городе завел себе полюбовницу. Харю ей, ну, на портрет писал домой. Приволоски постыдился. Да, ой, ну, что ж там делать, как нам выпил? Ну-ка, глянь-ка. Ой, доченька, ну, кого же он тебя променял? Ну, ей зубы-то в дворе, да. Ну, ей властье-то не чесано. Ну, ей глазищи-то лупатые. Не помню, шпи-вои, не забыли бабок три волоса. Забыли, не забыли. О! Не, ладно, сидите, сидите, далеко от него. Вас можно? Сиди? Да. У меня? Да, да. Сиди, сам, детка. Да. Да. Ладно, вы, детка. Бабка. Бабка с мечи брюхнулася. Эй, детки, что случилось? Они что нового привезли? Рассказывайте, а. Бабка, привезли, бабка, а. Степка, подлец, в городе завел себе полюбовнику. Ейный портрет домой привело, представляешь, в сундуке спрятан, от всех хранить никому не показывать. О, сразу полюбовницей не видала, дайте полюбовнику. Ой, батюшки мои, как уж он облизи, я на полюбовнику. Она мархивата, и вот я, батюшкин, она же лыса. И забыли, бабы, уже? Четыре головы, давай. Вот на этот бой, на крик, батька их не идет с улицы. А ведь бабы, что за вы... Громко давай. Бабы, что за ватье? Что за ватье? Да что вы тут наелись это? Или это клюшка старая в печке брякнулась? Ну, тряслось. И бабы, мы давай, встепка, давайте, полюбовницу зовем. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот это с ней подняли. Да, подожди, с этим делом что за полюбовница? Батюшки смерти, как с бородой. И тут открывается дверь, и заходит Степан, довольный, с работы пришел. Ну все, как на него эта братва накинулась вся эта семейство? Кто на деревне парит самый видный? Степан! Кого рубаха самая красивая? Степан! Кто на деревне никого не боится? Степан! А тут пришлось ему одних драпать, как они его стали сожжать. А это наукно жалко. Ну, когда разобрались, и выяснилось, что купил он подарок для своей Дунюшки любимой. Давай, и подарок-то вручи. Вот, для Дунюшки подарок. Однако пришлось ему все-таки помимо подарка купить и сережки красивые. Ну, от маманки платочек добрый, значит. Бабушке валенки. Бабушке валенки. Сеструхи Ейны, бусики какие-нибудь там на базаре. Ну, а с батьями уж сами договорились. Вот и так и вы, мужики, знаете на будущее. Как пойдете в Примаки жить, и вас так же гонять будут. И будете катана вы называть. Браво! Дело в том, что Россия очень большая страна, и в каждом краю есть какая-то своя музыка. Есть какие-то свои песни, танцы, какие-то свои особенности. Даже народные одежды, костюмы, самовыражения. Я вам сейчас сыграю тоже на старинном нашем народном инструменте. Знаете, все как называется, да? Молодцы. Правильно, молодцы все за счет. Вот, сыграю Тверской старинный наигрыш, который называется «Завидочка» или «Заливочка», еще по-другому. Бытовал у нас в Смоленске и Питовецких краях как раз. А ты, Заливочка, Заливочка, Как ты тоненький носок, У тебя, моя Заливочка, веселый голосок. А ты, Заливочка, 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 Я самая Заливочка, Заливочку знаю по глазам. А не садись на эту ветку, красноперый соловей, А эта веточка подорена симпатией моей. А я, годиночка моя, худеешь ты, худею я. От любови, от такой худеем, Мог бы мы с тобой. А я, за веточку игру больше я всего люблю, Да, когда стану помирать, прошу, за веточку сыграть. Голубые шарики по полю раскатились, Не унывай, товарищ мой, Не унывай, родились я. Следующую песню хочется посвятить Матеру. Субтитры создавал DimaTorzok От людей на деревне не спрятаться, Нет секретов деревне у нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok